О ситуации на линии фронта более подробно можем сейчас поговорить с капитаном армии обороны Израиля в отставке, военным историком Григорий Тамар на связи со студией. Пан Григорию, рад вас приветствовать. Слава Украине! Здравствуйте, очень рад вас видеть. Пан Григорию, четвертую неделю уже продолжается украинское летнее наступление. И вот поделитесь своим видением, как вам все происходящее и каковы, по вашему мнению, последующие перспективы нашего этого наступления. Почему так формулирую вопрос? Президент Зеленский анонсировал, что вот очень скоро это наше наступление повторит то, что было осенью, когда фронт обвалился и на Харьковщине, на Херсонщине российская армия побежала. Вот по вашему мнению, насколько подобную перспективу можно повторить сейчас в этом нашем летнем наступлении? Ну, абсолютно схожих ситуаций не бывает ни в военном деле, ни в других каких-то аспектах нашей жизни. Однако я хочу сказать в этой связи, что я в корне не разделяю мнение некоторых журналистов или общественных деятелей, людей, как правило, далеких от армии, от военного дела, которые выражают разочарование, озабоченность темпами, по их мнению, низкими в ваших наступательных действиях. Я считаю, что действия ваших командиров в целом грамотные, взвешенные, осторожные, направленные на снижение уровня потерь при необходимости решать очень сложные тактическо-оперативные задачи. Высокая сложность этих задач обусловлена тремя аспектами. Во-первых, тем фактом, что российская сторона пока что, по крайней мере, имеет превосходство в воздухе. Во-вторых, тем фактом, что, так сказать, с точки зрения наличия средств огневого поражения, пока что таких средств больше у россиян. Вы доминируете с точки зрения точности нанесения огневого поражения, однако общее количество артиллерийских стволов пока что у россиян доминирует. И третий момент, который очень важно подчеркнуть, это невероятно высокая плотность минирования местности, на которой вам приходится развивать наступательные действия. Эти обстоятельства диктуют свои, так сказать, требования, и поэтому использование бронетанковых подразделений пока что ограничено. Однако в тот момент, когда штурмовые действия ваших пехотных штурмовых групп, которые, как правило, уродно используются, достигнут своей цели и удастся пробить брешь в российской обороне, вот насколько я вижу развитие событий, вот туда, в эту брешь, видимо, будут направлены крупные подвижные соединения, прикрытые достаточно серьезно системами ПВО для того, чтобы навязать российской армии маневренный бой. А вот с точки зрения маневра, как показывает опыт этой компании, в этом российская армия не сильна. И вот я понимаю, что в условиях маневренного боя у вашей армии будут значительные преимущества, особенно учитывая тот факт, что техника, которая стоит, бронетехника, которая стоит у вас на вооружении, есть среди нее большое количество, большая процентная, так сказать, удельная доля западной техники, которая значительно превосходит российскую на поле боя. Пан Григорию, вы упомянули о том, что у россиян, к сожалению, преимущество в авиации, и вот на самом деле российские пропагандисты, российские эксперты этому очень рады, вот они этим и поясняют, что, мол, так им удалось сорвать наше наступление, потому что засыпают нас этими планирующими бомбами, и вот эти российские К-52 с безопасного расстояния отстреливаются ракетами по украинской бронетехнике, мол, у нее нет никаких шансов против вот этих вот К-52 «Аллигатор». «Аллигатор», и у меня тогда вот вопрос, а как нам эту проблему решить? Вы упомянули, что когда мы пробьем брешь, да, когда мы пробьем эти мирные поля, мы можем пойти туда в штабное наступление, но как нам прикрыться, какими средствами ПВО, вот якобы все-таки нам их не хватает, вот этих армейских средств, неужели нам стоит снимать то, что сейчас защищают украинские города, я о мощных вот этих вот ЗРК, и ближе к линии фронта их передвигать? Нет, те системы противовоздушной обороны, которые находятся на защите ваших городов, и те системы того, которые используются в полевых условиях, это абсолютно разные системы, они не взаимозаменяемы. Я привожу всегда этот пример, ну вот многократно его уже приводил, из истории воин наших, ближевосточных, арабо-израильских конфликтов. Вот когда в 73-м году египтяне атаковали Израиль, они не имели никаких шансов противодействовать нашим летчикам в воздухе. Однако, имея на вооружении самые современные на тот момент советские системы ПВО, советскую, в качестве, так сказать, союзнической помощи, им удалось на какое-то время нейтрализовать превосходство в воздухе израильской авиации. И вот имея хорошее такое всеобъемлющее прикрытие системами ПВО на поле боя, им удалось развить успешное наступление на каком-то этапе войны, пока израильтяне не переструли так же поведение действий в воздухе и на суше. Я всегда привожу этот пример, как пример, когда можно эффективными действиями средств ПВО нейтрализовать господство в воздухе противоборствующей страны. Однако у вас сейчас нету такого доминирования россиян. Все-таки российская авиация, она далека в своем мастерстве от израильской. И, кстати сказать, между прочим, последние дни очень эффективно ваши средства ПВО работают на фронте. До 10 вертолетов было сбито за последние несколько дней. Это очень хороший показатель. То есть россияне несут потери. Количество вертолетов у них не безгранично. Давайте в эту копилочку еще положим те 6 вертолетов, которые были потеряны россиянами во время последних событий на территории Российской Федерации. Там было сбито 6 боевых вертолетов. Так что количество авиационных средств у них все время сокращается. Их вот это доминирование в воздухе тоже не бесконечно. Знаете, если мы будем слушать российских пропагандистов и российские СМИ, информация, которая там озвучивается, настолько далека от действительности, что я думаю, даже нет смысла тратить время на ее обсуждение и анализ. Я же в своих умозаключениях опираюсь на те открытые источники, которые дорожат своей репутацией. Это, как правило, солидные западные источники, которые имеют репутационный рейтинг высокий, и можно доверять им в плане получения информации для дальнейших выводов. Ну и, собственно, как показывают события последнего года и трех месяцев, к несчастью, так долго длится эта чудовищная варварская война уже. В общем-то, эти источники, они предоставляют нам на рассмотрение информацию, которая отвечает действительности практически полной линии. Пане Григорию, позволю себе пояснить, почему я цитирую вот этих российских пропагандистов. Ну, хотя бы потому, что, к сожалению, очень многое количество зрителей наших, они подвержены вот этой российской пропаганде. И когда я вот эти цитаты привожу, я даю и очень надеюсь, даю вам возможность, чтобы вы опровергли вот эти все враки и аргументированно пояснили нашим зрителям, которые, возможно, под этой российской пропагандой, почему это неправда, почему нельзя им верить. Вот ровно в таком вот ключе. И если можно, возвращаясь к теме... Тогда я позволю себе вот сейчас обратиться к гражданам Украины. Вот от своего лица. Я частное лицо, я офицер запаса, я обращаюсь к мужественному народу Украины. Дорогие друзья, не верьте ни одному слову, которое транслируется из официальных российских СМИ. За 23 года последние там было не сказано ни одного слова правды. Не верьте российским телеграм-каналам, потому что там транслируется ложь. Или полуправда, что в данных обстоятельствах тоже можно квалифицировать как ложь. Я вот то, что хотел сказать, я сказал сейчас. Пан Григорий, и возвращаясь к теме вот использования россиянами сейчас фронтовой авиации, правильно ли я понимаю, можно ли сделать такой вывод, что когда они отправляют вот эти свои Ка-52-е, то это, ну, фактически, можно сказать, жест отчаяния, когда у них уже нет других средств, как остановить наше наступление. Они отправляют тогда эти вертолеты, подвергая их риску. И мы видим, да, вы упомянули, что более 10 штук на фронте за последние дни было сбито. Ну, я сказал, не более порядка 10, там, по разным источникам, от 8 до 10 точно мы не знаем. Опять же, эти данные, они проясняются в течение достаточно короткого времени. Хотя бы даже по публикации некрологов в российских СМИ они обязаны там, когда погибают офицеры, они должны по закону публиковать некрологи. Так вот, я не использовал бы здесь термин, может быть, отчаяние. Тут вопрос не в отчаянии. Они делают то, что у них находится в арсенале. У них пока что есть вот эти вот средства авиационные. Они их используют для того, чтобы останавливать или пытаться останавливать ваши наступательные действия. Они несут потери. На войне всегда потери присутствуют. Это, к сожалению, неизбежность войны. И поэтому тут вопрос не отчаяния, а вопрос, что они не могут вам на суше эффективно противодействовать. То есть если они вступают в, так сказать, в общевойсковой бой, то, как правило, тактическая выучка ваших военнослужащих, она выше, чем российских. Это, кстати, между прочим, можно подтвердить мою вот эту вот фразу сейчас и уровнем потери в бронетехнике, потому что обе стороны, и ваша наступающая, и российская обороняющаяся потеряла за последние три недели боев порядка 100 единиц бронетехники каждая. А как мы с вами знаем, обычно, как правило, наступающая сторона несет более существенные потери, чего не происходит на данном этапе. То есть потери, они абсолютно запоставимы, хотя ваша сторона наступает в невыгодных условиях и добиваются, пусть пока ограниченных, однако ощутимых успехов. Пан Григорию, вот если немного попробовать спрогнозировать развитие ситуации, причем в пессимистическом таком вот ключе, если все-таки нам не удастся прорваться через минные поля, через вот эти оборонные сооружения, что мы знаем, россияне вгрызлись в землю за эти месяцы, в случае, если все-таки вот наше наступление будет на несколько десятков сот метров каждый день, то есть если не будет обвала фронта, если не будет масштабного прорыва. Правильно ли я понимаю, что в таком ключе наступать мы можем условно до осени, до того времени, когда пойдут дожди? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если это действительно так, если осенью эта летняя кампания, наступление завершится, что произойдет за осень, за зиму? Россияне еще глубже вгрызутся в землю, и тогда нам еще труднее будет летом наступать? Или же следующим летом, я имею в виду, или же следующим летом мы уже получим F-16, и это в корне поменяет ситуацию? Ну, прогнозировать, что будет следующим летом, знаете, у евреев есть такая традиция, даже по-еврейской, так сказать, по-религиозной, не строить планов больше, чем на полгода вперед. Ну, это я к слову. Так вот, я не знаю, что будет следующим летом, я не пророк. Однако я вам могу сказать следующее. Вот если бы ваши западные друзья предоставили вам сейчас атакамсы или подобные системы, вот как британцы, допустим, вам предоставили, но просто их недостаточно, этих ракет, количественно. Хотя и такое незначительное количество уже позволяет вам наносить достаточно существенный урон врагу в более глубоких тылах. Однако если бы у вас были атакамсы, вот как когда-то хаймерсы вам предоставили, то это в значительной степени вам бы развязало руки. Вот обратите внимание на тот факт, что российская оборона, ну, так принято говорить, что она там трехслойная, да, есть. Там первая линия, там вторая основная, там и третья резервная. И вот на определенных участках вам удалось прорвать первую линию обороны. И заметьте, россияне лекорадочно предпринимают контратакующие действия на некоторых участках для того, чтобы эти оборонительные линии и порядки восстановить. А зачем они так делают? Почему вдруг им так важно восстановить эти порядки? А я объясню. Потому что если туда вот в те отвоеванные вам, так сказать, отрезки суши, места, поставить те остановки хаймерс, которые у вас есть сейчас в наличии, это позволит вам брать под огневой контроль значительную часть коммуникационных линий, которые находятся вот вдоль побережья Азовского моря. На континентальной части, однако, это важные дороги, важные пути снабжения. И тут за каждый километр приходится россиянам бороться, потому что у них там, в общем-то, стратегической глубины нет. Поэтому для них каждый километр важен. Поэтому тут каждый отвоеванный вам километр это не просто километр. Каждый отвоеванный вами километр, он приближает ваши хаймерсы к линиям коммуникации россиян. И для них каждая вот такая вот точка, она невероятно болезненная. Поэтому они кидают в контратакующие вот такие вот порывы свою пехоту, которую в другой ситуации стоило бы поберечь. Вы упомянули о атакамстах. О атакамстах это очень больная тема в том плане, что мы-то очень надеялись получить эти ракеты. Нам казалось бы, да, вот британские Шторм Шэдоу, французские Скальпы, все-таки это их запускать надо. Авиация, с этим у нас проблемы, наши самолеты к этому не адаптированы. Это решили. Но вот, казалось бы, есть у нас Хаймарсы, уже есть, да, платформы для запуска в атакамстах. Расстояние очень приятное, очень помогло бы нам, если бы мы могли бить на 300 километров. Но, тем не менее, вот этих атакамстов нам нет. Есть ли у вас понимание, почему так? Это какая-то политическая составляющая в этом вопросе, практическая, технологическая, финансовая. Есть ли у вас предположения по этому поводу? Я могу лишь развести руками. Я не политолог, я еще и военный. Я только как военный человек могу вам сказать. Вот если бы сейчас у вас было в наличии подобные огневые системы, и, ну, если бы у вас было, допустим, ну, по меньшей мере, там, пять-десять тысяч ракет, которые вы могли бы использовать, это бы, ну, принципиально изменило бы ситуацию нам. То есть, просто одно это оружие сейчас позволило вам настолько бы вот... Вот помните, когда вы получили Хаймарсы, фактически, то, что произошло, вы, во-первых, остановили наступление летних россиян, а вот потом осенью перешли в успешные контрнаступательные действия. Вот тоже, вот такое же бы изменение сейчас на фронте произошло бы настолько же драматическое. То есть, вам бы удалось, даже без того, чтобы вести там активные наступательные действия на российские позиции, настолько ослабить снабжение их войск, настолько нанести существенный ущерб их тылам, и коммуникациям, и системе управления войск, управления огнем и так далее, что само по себе это могло бы вызвать обрушение фронта. У меня нету объяснения, ну, логического какого-то, почему американцы, предоставив вам такую щедрую и нужную, важную помощь, вот в этом вопросе, почему они уперлись, я не знаю, у меня нету объяснения. Для меня это загадка, и, к сожалению, за эту загадку вам, вашим войскам, приходится платить кровооборуциям. И в данном случае, кстати, в данном случае, вот британцы, они в который раз, в который раз демонстрируют, что они самые ваши последовательные, преданные и принципиальные союзники, потому что они вот вам эти системы предоставили. Пане Григорию, вы говорите, вы не политологи, не понимаете, но на самом деле политологи разводят руками, настолько это нелогично не дать нам уже на этом этапе вот это оружие, которое нам так нужно. Даже вот эти конспирологические теории строили, что вот точно Атакамсы уже передали, просто об этом не говорят, но под наше наступление они уже на складе в Украине лежат, они уже готовы, значит, стартовать, но этого ничего нет. Я могу объяснить, почему F-16 у вас нет. Это как раз непонятно, это объяснимо, но это долгий разговор сейчас. Они у вас будут, но позже, да? Но вот Атакамсы действительно, я действительно не понимаю. Более того, я вот относился к простым экспертам, которые считали, я тоже так считаю, думал, что да, они у вас есть в наличии, просто эта информация скрывается, это вот некая тайна государственная, и вот вы их используете там в решающий момент. Но вот пока, к сожалению, этих ракет, видимо, у вас нет, и мне лишь остается развести руками, почему американцы в данном случае проявляют такую гибкость, упрямство, и, ну, еще раз подчеркиваю, помощь, которую США вам оказали, она колоссальна, вы бы без нее не выстояли. Почему же в данном вопросе не проявляют такую черстость, для меня это непонятно. Пане Григорию, спасибо, что нашли время для разговора, спасибо за вашу аналитику, ответы и пояснения, отдельно не устану благодарить вас за вашу поддержку в Украине. Григорий Тамар, капитан армии обороны Израилю, в Витставсе, журналист и историк, был у нас в Яскузии студию 24-го канала.